Слава Иисусу Христу! И не только для этого, а для того, чтобы вызвать к Богу и помолиться, и попросить милости у Него и благословения. Я знаю, что сегодня народ Украины молится Богу. Вы там, а мы здесь, во всех частях земного шара. И позвольте мне сейчас вот это вот обращение сделать именно к вам, украинцы, к моему народу. Мне также хотелось бы обратиться лично и к Владимиру Александровичу. Вы Зеленский, я Зельковский. Вы украинец, и я украинец, и нас много. И в знак солидарности мы все находимся здесь. И зная о том, что вы любите историю, я тоже люблю историю. Знание истории определяется не только потому, как мы называем даты или имена города, народы, а потому, насколько мы правильно извлекаем урок, прописанный в свое время историей. Хочу рассказать вам историю из небольшого государства под названием Израиль. Малочисленное государство. Войну ему объявили амаликитяне, очень сильной вооруженной армией, многочисленностью своей. И понимая, что это неравные силы, руководитель этого государства говорит своему военачальнику, ты собери людей, вооружайся и выступай на защиту нашего народа. А я в свою очередь поднимусь на возвышенность холма, подниму руки к небу и буду обращаться и молить у него о том, чтобы он послал нам свою помощь. Вскоре в действительности, когда приподнятые руки держал к небу Моисей, в действительности победа была на стороне израильского народа. Как только Моисей опускал руки, одолевал амалик. Вновь и вновь, держа приподнятыми свои руки, народ Израиля в конце концов одержал победу. Может быть, и нам бы следовало сегодня поступить так же. Вы, в свою очередь, в своем окружении подняли бы руки к небу, к Богу, а мы, находясь во всех концах земли, украинцы, могли попросить у Бога милости и прощения на наш народ. И мы, конечно же, одержим победу. Слава Иисусу Христу, опавшим героям! Большая, большая, большая благодарность! Слава Иисусу Христу, опавшим героям! Продолжение следует...